В борьбе с бронхитами и ларингитами помогает галлотерапия. В Алдане открылась соляная комната, для многих ставшая диковинкой. Предоставление такой возможности стало возможным благодаря господдержке. Дыхание моря ощутили наши коллеги. Маленький Витя явно не в духе. После сеанса галлотерапии в соляной комнате он готов расплакаться. Кто же обидел ребенка? Никто его не обижал, мы просто не хотели оттуда выходить. Ему настолько там понравилось. Ларингиты и бронхиты для Вити дело привычное. Чтобы сынишка окреп и пореже болел, мама водит его в соляную комнату. При бронхолегочных заболеваниях целебное действие паров мелкодисперсной соли трудно переоценить. Вообще галлотерапия, у нее очень много показаний. Также это и есть дерматит, атопический дерматит у деток. В бизнес-инкубаторе соляная пещера под названием «Дыхание моря» открылась три недели назад. Впервые в подобной комнате Раушан с супругом побывали в отпуске. Так появилась идея создания галлокамеры. У меня есть маленький ребенок. И, соответственно, у моих родных и близких тоже есть маленькие детки. И когда сталкиваешься, когда они ходят в садик, две недели ходят, две недели не ходят, соответственно, хочется укрепить как-то иммунитет. Соляную комнату супруги открыли благодаря господдержке. Их проект получил грант главы Алданского района. На льготных условиях аренды пещера разместилась в бизнес-инкубаторе. Очень много людей ходит. И несмотря на то, что этот предприниматель недавно только открылся, к нему уже записывается очередь. Соляная пещера для алданцев в диковинку. И посетителей могло бы быть больше. Первыми клиентами стали люди, знающие о пользе галлотерапии. Постепенно пещеру открывает для себя более широкий круг. Уже 50 сеансов провели и 130 посещений. Скоро пещера, наполненная дыханием моря, станет еще комфортнее и красивее. В ней появятся специальные светильники и коврики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан.